всем привет вы на канале 88 клубков это канал по вязанию меня зовут настя сегодня я вяжу очень стильную вещицу косынку с пиццами она же может носиться как бандана по этой схеме можно связать и очень модные в этом сезоне чепчик в своем видео уроке я подробно показываю рассказываю как набрать петли как вывязать аккуратный переход от макушечной части к затылочной рассказываю где прекратить вязание если вы вяжете чепчик где закрыть петли далее вывязываем косыночную часть с этой частью головной убор теплее и практичней носится изделие массой способов очень необычно и здорово смотрится у меня пришита магнитная кнопка можно пришить пуговицу или связать завязки будет практично и функционально на все изделие хватает одного мотка пряжи стоимостью всего 150 рублей по ходу урока показываю как по косыночной части сделать очень аккуратные эстетичные убавления мое изделие на размер головы 54 сантиметра глубина косыночной части 35 сантиметров глубина косынки 15 сантиметров если хотите изделие большего размера просто набираете на 4 петли больше меньшего размера соответственно набираете на 4 петли меньше шаг размера 4 петли чтобы увеличить глубину косынки нужно на начальном этапе провязать большее количество рядов вот эта часть будет пошире урок подробный подойдет для новичка все необходимые ссылки оставляю для вас в описании под этим роликом подписывайтесь на мой канал ставьте лайки переходим к работе мне потребуется пряжа я вяжу из alize angora gold это тонкая ниточка имеет небольшую пушистость вязать буду в три сложения характеристики в 100 граммах 550 метров мой цвет 180 камера не в полной мере передает очень красивый оттенок изумрудно оливкового также приготовила спицы у меня спицы 5 миллиметров вяжу я достаточно туго если вы вяжете слабо возьмите спицы на пол размера тоньше приготовила сантиметровую ленту на каждом этапе озвучиваю рядность количество петель и размеры своих заготовок в сантиметрах для того чтобы вы могли сориентироваться и пересчитать изделие на любую пряжу ножницы маркеры в достаточном количестве также приготовила крючки как вспомогательный инструмент начну с небольшой хитрости как вязать от одного матка пряжи в три сложения нити очень легко и просто для начала я складываю нить в трое можно взять по длине я делаю достаточно короткий отрез для того чтобы продемонстрировать на видео смысл сложения вот в три ниточки сложена моя пряжа далее по мере того как это нить будет заканчиваться мне нужно будет в петлю образованную по ходу вязания продевать нить от матка и снова она идет в три сложения вот этот вот переход будет совершенно незаметен в полотне он мягкий и скользящий далее точно также на вывязываю длину и снова по мере окончания нити в петлю продеваю нить от клубка эти протяжки можно делать длиннее или короче как вам удобнее вот с большим запасом я уже сделала трипла протяжки но делать их лучше поочередно итак я беру запас нити около метра метра 20 и сейчас буду набирать петли делюсь своим расчетом необходимо снять мерку номер три по этой картинке мой обхват головы пятьдесят четыре сантиметра третья мерка получается шестьдесят пять сантиметров вычитаю 15 процентов на растяжение пряжи получаю 55 сантиметров изделия на выходе плотность моего вязания в 10 сантиметрах в ширину 16 петель делю на 10 сантиметров и умножаю на 16 петель в этом отрезке сантиметров получается восемьдесят восемь петель к набору если вы вяжете той же пряжей что и я выбрали номер спиц как у меня можете ориентироваться на мой расчет еще раз повторюсь я вяжу достаточно плотно если вяжите собственный образец обязательно постирайте просушить и его и снимите собственную мерку советую брать петли в десяти сантиметрах так расчет будет наиболее точным вот и эту цифру вы используете при собственном расчете тогда не придется перевязывать и изделие будет вам по размеру то нить с большого пальца уходит краю начала здесь у меня запас для набора петель нить по указательному пальцу идет клубку набираю первые две петли классическим способом завожу спицу сверху по далее подхватываю нить от большого пальца ввожу спицу снизу вверх и подхватываю нить от указательного пальца завожу спицу точно также снизу вверх далее возвращаюсь в петлю которая образовалась около большого пальца сверху вниз затягиваю первые две петли набраны далее проверяем от большого пальца отрез нити по указательному нить идет клубку набирать буду петли двумя способами чередуя их первая петля спица заходит под нить от большого пальца и подхватывает нить от указательного таким образом ниточка получается просто накинута и перекручена у основания далее второй способ завожу спицу под нить указательного пальца и подхватываю нить от большого пальца точно так же и так чередую под нить большого пальца подхватывая нить от указательного и под нить указательного пальца подхватывая нить у большого пальца так чередуя мне нужно набрать необходимое количество петель чтобы не запутаться при наборе я просто контролирую 2 3 4 5 6 7 8 вот каждая нечетная набирается от большого каждая четного от указательного и так я могу набирать каждый раз себя проверить какую петлю при подсчете мне нужно сейчас набрать последнюю петлю чтобы закрепить набираю классическим способом завожу спицу под нижнюю нить от большого пальца снизу вверх подхватываю нить от указательного и возвращаюсь в петлю большого пальца сверху вниз затягиваю последнюю петлю переворачиваю вязание так чтобы спица с петлями и рабочей нитью оказалось в левой руке убираю в сторону край начала пускаю рабочую нить по указательному пальцу теперь для того чтобы оформить фабричный край мне нужно провязать два ряда снимаю первую петлю далее петли у меня двух видов одна петля отвернута от меня другая повернута и так они чередуются отвернутую петлю я буду переснимать но рабочую нить располагаю перед работой обратите внимание рабочая нить обнимает эту петлю у основания следующая петля она лицевая она повернута на меня и и провязываю лицевой за заднюю стенку далее отвернутая петля нить перед работой просто снимаю ее лицевая за заднюю стенку изнаночную снимаю лицевая за заднюю стенку изнаночная снимается так что нить перед работой так до конца ряда остаются две петли ряда лицевая и последнюю всегда провязываю изнаночной она кромочная переворачиваю вязание снова спица с петлями рабочей нитью в левой руке и завершающий ряд формирования фабричного края провязываю его точно также первую снимаю следующая у меня изнаночная нить перед работой снимаю ее на правую спицу лицевую провязываю за переднюю стенку петли повернулись таким образом чтобы без перекрута нужно провязать ее за переднюю стенку изнаночную снимаю лицевую за переднюю стенку снова изнаночная снимается лицевая за переднюю снимая изнаночные не забываю провести рабочую нить перед работой так вяжу до конца ряда и последняя петля 2 ряда точно также провязывается кромочной изнаночной снова переворачиваю вязание петли набраны теперь мне нужно провязать 3 ряда каждом из рядов 88 петель все то же самое первая петля снимается далее петли провязываю по узору изнаночную вяжу за переднюю стенку изнаночной лицевую за переднюю стенку лицевой снова изнаночная изнаночной лицевая лицевой так три ряда подряд у меня провязано три ряда вместе с кромочными 5 рядов размеры на этом этапе около двух с небольшим сантиметров если сильно не натягивать ширина моего изделия 54 сантиметра сейчас расположено вязание так что рабочая нить справа а край начала слева со следующего ряда я начинаю вязать как и ранее первую петлю снимаю далее по узору изнаночная за переднюю стенку лицевая последние три ряда была перевернута ее провязываю за заднюю стенку если провяжу иначе у основания петля перекрутиться изнаночная за переднюю лицевая за заднюю сейчас вяжу четвертый ряд и не довязываю до конца ряда 7 петель я подхожу к окончанию ряда провязываю последнюю лицевую петлю на левой спице остается 7 петель это отступы в тех местах где у меня сформируются завязки или у кого-то кнопка по желанию переворачиваю вязание рабочая нить остается с моей стороны первую петлю снимаю делаю накид на правую спицу от себя то есть перевожу рабочую нить назад через вверх далее устанавливаю маркер далее вяжу по узору своей резинкой изнаночная за переднюю лицевая за заднюю до конца ряда снова не довязывая 7 петель с этой стороны все зеркально остается 7 петель переворачиваю вязание снимаю первую петлю здесь и нить увожу через верх спицы назад получается накид одеваю маркер если просчитать по правую сторону от маркера точно также 9 петель если учитывать накид далее вяжу не довязывая до маркера который уже стоит с противоположной стороны одну петлю последняя петля укороченного ряда точно также лицевая не довязана одна петля до маркера переворачиваю вязание первую петлю с этой стороны снимаю рабочие нитью делаю накид через верх спицы и ставлю еще один маркер обращаю ваше внимание шаг между маркерами две петли и накид так я буду вязать ряды туда-обратно туда-обратно ряды будут постепенно укорачиваться с шагом две петли к центру вот сейчас мне нужно навязать глубину по мерке номер два уменьшенную в два раза то есть сейчас я иду на уменьшение половина изделия потом буду идти на увеличение половина изделия мерку номер два делим пополам у меня это получается около 15 16 сантиметров глубины последняя петля укороченного ряда точно также лицевая не довязана одна петля до маркера переворачиваю вязание первую петлю с этой стороны снимаю рабочей нитью делаю накид через верх спицы и ставлю еще один маркер обращаю ваше внимание шаг между маркерами 2 петли и накид так я буду вязать ряды туда-обратно туда-обратно ряды будут постепенно укорачиваться с шагом 2 петли к центру вот сейчас мне нужно навязать глубину по мерке номер два уменьшенную в два раза то есть сейчас я иду на уменьшение половина изделия потом буду идти на увеличение половина изделия мерку номер два делим пополам у меня это получается около 15 16 сантиметров глубины сейчас у меня провязана тридцать четыре ряда глубина моего изделия 16 рядов с одной и с другой стороны одинаковое количество маркеров 15 здесь 15 здесь между маркерами по центральной части это затылок 16 петель больше укорачивать ряды я не буду теперь я буду их удлинять подхватывая каждый раз по две петли которые были отделены маркерами вяжу до точки маркированной удаляю один маркер лицевая петля и накид провязываю за переднюю стенку вместе слежу чтоб с лица и с изнанки не было перекруто этих петель которые провязаны с накинутыми петлями изнаночная этот маркер уже не трогаю каждый раз забирают только по одному маркеру первую петлю снимаю здесь также накидываю нить для того чтобы не было отверстий по точкам увеличения рядов и вяжу по узору изнаночная лицевая изнаночная лицевая до следующего маркера подхожу к противоположной стороне и здесь точно также удаляю только один маркер лицевую провязываю вместе с накинутой петлей за переднюю стенку изнаночная следующий маркер уже не трогаю переворачиваю вязание снимаю набрасываю нить от задней стенки к передней и продолжаю вязать с увеличением рядов у меня появляются накиды рядом с изнаночными петлями их тоже буду провязывать вместе я подхожу к следующему маркеру лицевая по узору и здесь у меня изнаночная петля вместе с наброшенной петлей мне нужно провязать их изнаночной вместе за заднюю стенку готова так чтобы узор петель не был перекручен не с лица не с изнанки удаляю очередной маркер лицевая вместе с наброшенной петлей изнаночная переворачиваю вязание снимаю первую петлю набрасываю от задней стенки на переднюю и продолжаю ряд за рядом каждый раз ряд увеличивается сейчас у меня осталось по одному маркеру с каждой стороны проделываю все то же самое здесь по ходу лицевая узора потом вместе изнаночная с накинутой петлей удаляю последний маркер лицевая с накинутой петлей изнаночная переворачиваю вязание снимаю накид и провязываю до следующего последнего маркера с этой стороны тоже самое изнаночная с накидом за заднюю стенку удаляю последний маркер лицевая с накидом за переднюю еще одну изнаночную сюда переворачиваю вязание накидываю и сейчас вяжу уже до конца ряда возвращая все петли на спицы с одной а потом и с другой стороны с этой стороны уже нет маркеров но есть последняя накинутая петля провязываю ее вместе с изнаночной за заднюю стенку все эти семь петель точно также переходят в вязание последняя кромочная изнаночная переворачиваю полотно продолжаю вязать резинку первую снимаю далее по рисунку здесь тоже самое последняя накинутая петля и заканчиваю в конце ряда все 88 петель переходят на спицы сейчас все петли вернулись в работу и мне нужно провязать 3 ряда по рисунку как это было в начале вязания чтобы относительно ребра где переход от убавлений к прибавлениям одинаковое расстояние было вот на этой части которая будет крепиться завязка продолжаю вязать по узору 88 петель в ряд 3 ряда на этом этапе готова трендовая модель чепчика если вам достаточно этого аксессуара следующим рядом просто закрываете петли и переходите к вывязыванию завязок я сейчас буду закрывать только часть петель так как вывязывается часть которая будет отвечать за посадку шапки в виде банданы и косынки закрываю первые 12 петель в этом ряду первую снимаю далее провязываю одну петлю и первую набрасываю на вторую провязываю по узору и первую набрасываю на вторую так уже закрыто 2 петли всего повторюсь 12 так это смотрится на этом этапе можно просчитать по кромочным звеньям 12 петель закрыта далее продолжаю вязать ряд здесь уже вставила маркер не довязывая до конца ряда еще 12 петель я не довязала последнюю петлю перед маркером за маркером у меня 12 петель к закрытию теперь я просто переодеваю петли на правую спицу вместе с маркером эти петли мне нужно закрыть слева направо переворачиваю вязание рабочая нить осталось за маркером беру удобный по размеру крючок перевожу петлю на крючок следующую и протягиваю вторую в первую снова то же самое следующая петля протягиваю вторую в первую можно сделать это с помощью спицы такое же точно закрытие как из противоположной стороны только без провязывания петель двигаюсь к маркеру мне необходимо закрыть все 12 последняя петля удаляю маркер еще одна протягиваю и вот теперь ее нужно провязать как кромочную изнаночной переворачиваю вязание с помощью рабочей нити провязываю последнюю петлю готова с одной и с другой стороны одинаковое закрытие теперь мне нужно делать убавки чтобы эта задняя часть сходила на нет убавки я буду делать только в лицевых рядах в начале и в конце первая петля снимается все как всегда здесь петли переодевают так чтобы провязать 2 вместе лицевой с наклоном кромки за переднюю стенку готово красиво и аккуратно будет смотреться такая убавка по полотну теперь вяжу до конца ряда не довязываю 3 петли остается 3 петли нужно провязать вместе 2 петли с наклоном кромки так же как и здесь я меняю петли местами вперед ставлю лицевую позади изнаночную и провязываю петли вместе лицевой за заднюю стенку и далее кромочная изнаночная убавка будет смотреться точно так же как она смотрится здесь далее вяжу изнаночный ряд без убавлений столько петель сколько у меня есть на спицах далее в лицевом снова делаю убавку точно так же следующее начало ряда 1 петля снимается здесь петли переодеваются так чтобы было удобно провязать их лицевой за заднюю стенку так над кромочной все время лицевая петля как в начале ряда так и в конце ряда здесь две лицевые провяжутся вместе будут развернуты удобной стороной и так далее делаю две убавки только в лицевом ряду изнаночный просто вяжу в обратном направлении так буду вязать пока на на спицах у меня не останется половина от изначальных петель напоминаю у меня было восемьдесят 8 петель вот сейчас вижу пока не останется 44 петли у меня провязана необходимое количество рядов глубина вырезанной детали 9 сантиметров сейчас на спицах 44 петли так смотрятся убавление по лицевой части это половина назначена у меня лицевой частью так по изнаночной тоже аккуратно и незаметно теперь мне нужно сделать более стремительные убавки чтобы закруглить эту деталь я буду делать по 2 убавления в начале ряда и по 2 убавления в конце изнаночный ряд точно также провязывать без убавлений здесь тоже самое кромочная снимается этой лицевой петлей я буду делать все убавления здесь петли сейчас расположены удобно чтобы я могла 3 вместе провязать за заднюю стенку лицевой вот это лицевая петля у меня проходит по всему краю и продолжается теперь я провязываю и в начале и в конце ряда по 3 петли вместе далее по узору пока до окончания здесь не останется 4 петли на левой спице 4 петли 1 кромочная 3 нужно провязать вместе переодеваю петли так чтобы их можно было провязать вместе подхватывая в первую очередь предпоследнюю петлю за переднюю стенку чтобы у меня не нарушался узор убавлений вот это лицевая косичка продолжает идти ровно и изнаночная все теперь вяжу обратный ряд без убавлений снова по лицевой убавляю по изнаночной без убавок но убавляю провязывая по 3 петли вместе в начале и в конце вот сейчас вяжу пока на спицах не останется там абсолютный минимум чтобы ровно закрыть изделие у меня остается 8 петель здесь делаю убавку провязываю 3 вместе и следующие три тоже должны быть провязаны вместе переворачиваю петли и за переднюю петлю провязываю вместе кромочная остается всего 4 петли вот следующем по сути изнаночным обратным рядом я закрываю эти петли провязываю по узору первую петлю набрасываю на вторую следующее получается тоже изнаночная набрасываю и последняя петля набрасываю укорачиваю и можно спрятать кончик вот так аккуратно смотрится косыночная часть изделия и и глубина около 17 сантиметров я остановила свой выбор на магнитной кнопки уже пришила ее той же пряжей из которой вязала изделие сейчас не спешите мерить изделие так как его нужно постирать и хорошенько высушить она немножко увеличится в размере станет мягче и податливей